Книга «Открытый моком», том 9, тема крещения, вопрос 2202. «Не вашими ли трудами и молитвами начали строить бассейны для правильного крещения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я повторял только то, что говорит Священное Писание и канон не церковное. Может, где-то и отложилось у кого-то напоминание об этом. Только что в вечернем Барнауле за 3 февраля 2004 года на странице 2 появилась статья с фотографией. «Храм в центре города. К десятилетию возрождения Никольского храма построены крестильные воскресная школа. Все эти годы на наших глазах совершалось преображение храма, официально называемое восстановлением исторического облика. На самом деле восстанавливается прерванная историческая нить, духовная связь поколений, явленная и в новых росписях храма, и в старых иконах сибирского афонского письма, которые жертвуют прихожаням в звоне новых колоколов и восстановлением старинных церковных обычаев. Крестильня, где полным погружением можно крестить взрослых, давно была нужна в городе. Но отныне в Никольском храме будут давно забыты оглашенные, потому что взрослый человек должен крещение принимать сознательно, а без знания основ православия это невозможно. Вот их оглашают, то есть знакомят с основами веры. Здесь каждая строчка и каждое слово требует пояснения. Не было настоящего оглашения, которое должно быть для неверующих от трех до пяти лет, а сведут все в проформе, три-пять минут. И священник будет заниматься вычиткой и отчиткой, сам задавая вопросы и сам же на них бормочая ответы. Эта купель погубит более основательно многих. До этого, когда люди были не погруженные, а просто ладонью мокрой, им проводили по волосам попы и приживляли к ним уверенность, что они крещены. Им можно было легко доказать, что их обманули, ибо они неверно крещены. А вот теперь это крещение, конечно же, без настоящего оглашения и будет покрепче мочения. Этот вид порчи уже совсем не даст возможности людям потом искать истину. Они переполнены уверенностью, что они родились в этой купеле. У нас в Крестово-Сдвиженской общине города Барнаула оглашение занимает до 550 часов. Всем покаявшимся оглашенным дается два поручителя. Перед крещением в июле будет совет церковно-приходской решать, о ком ходатайствовать, о допущении его до крещения. И после крещения в озере, после такой тщательной подготовки, как это ни печально, в первые же годы одна треть крещеных отпадает. Что же говорить о тех храмах, где потоком ежедневно идут духовные туристы? Для истинности крещения необходимо только три пункта. Полная вера во Христа, евангельская вера с оглашением длительным, полное погружение в воду руками истинного священника, чтобы оно было совершено бесплатно. Здесь будут теперь не три, а два пункта нарушены. Без любого из этих правил крещение может быть недействительным. Матфея 23.3 Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, а не делают. Не каждый согласится даже раздеться для полного погружения, пока не объявят все мочение грубым и бессовестным извращением таинства крещения. И уж никак не равным мочение погружению, пока не будут перекрещивать всех перепорченных, до тех пор все эти объявления в газетах будут лишь фикцией, обманом простодушных. Будут миллионы крещенных в кавычках полное погружение, но единицы верующих. Вот как пишет газета «Честное слово» за номером 51, 23-го года, страница 16-17. Мироисповедание. Референт патриарха уполномочен заявить. Недавно в Новосибирске побывал референт патриарха Московского в СИА Руси Алексия II, кандидат в богословие и журналист Николай Державин. Недавно проводили экспресс-опрос молодежи, выходившие из собора Александра Невского, и спрашивали о том, понятен ли им язык богослужения. И вообще происходящее в храме практически все ответили, что почти ничего не поняли, насколько религиозно население в России. Сейчас большинство россиян называют себя верующими и православными. Однако, как показали исследования Института Европы, Российской Академии Наук, ситуация далеко не такая однозначная. По словам сотрудника Института профессора Дмитрия Фурмана, в 2002 году в ходе исследований назвали себя православными 80% респондентов. А вот на вопрос, верите ли вы в Бога, ответили да, только 59%, то есть 21% православных атеистов. Встает вопрос, так ли уж религиозно наше население, раз в месяц посещает церковь 6-7%, посещает церковную службу каждую неделю 2% опрошенных. Не бывали на ней никогда 42%, более 46% не читали Библии, 48% никогда не молятся, получается такая картина. Регулярно ходят в церковь и выполняют всяческие церковные правила, пост, молитва, причащение, чтение Библии, лишь 6-7% опрошенных. Мы убедились, что слова в кавычках «религиозное возрождение России» могут употребляться только в кавычках. Большинство оказывается в храме и в двух случаях. Во время крещения и отпевания русская церковь никогда не использовала и не будет благословлять использование религиозного аргумента в качестве получения альтернативной службы. Есть отдельные вероисповедания или религиозные организации, которые проповедуют то, что нельзя брать в руки оружие, но русская православная церковь к их числу не относится. Вечерний Барнаул, 28 ноября 2003 года, страница 25. Сколько верующих на Алтае параметры и тенденции религиозности в Барнауле и Алтайском крае. Характерной особенностью духовной жизни российского общества в последние десятилетия является рост религиозности населения. В мае 2002 года социологи кафедры теоретической и прикладной социологии Алтайского государственного технического университета проверили социологическое исследование, в котором приняли участие 720 человек. В анкетном опросе были задействованы жители 15 сел и 6 городов края. Назвали себя верующими 30% жителей края, 48% пока колеблются между верой и неверием, 22% атеисты. Оказалось, что верить в Бога это одно, а быть верующим это совсем другое. Многие верующие являются таковыми скорее номинально, лишь 12% из них регулярно посещают церковь и только 6% ежедневно совершают молитву. Верят в астрологию 54% верующих, опережает веру в пришествии Христа. 53% Религиозность воспринимается многими как знак духовности, национально-культурный символ, а не как исследование определенной религиозной практики. А не как следование определенной религиозной практики. Низкая воцерковленность жителей Барнаула имеет много причин. Большинство респондентов, 45%, понимают религию как средство утешения и помощи человеку. 33% как культурно составляющую общества, его неотъемлемую традицию. Для 15% религия особое миропонимание. Для 13% средство нравственного самосовершенствования общества. А 6% опрошенных считают, что религия это способ обмана людей и манипуляции ими. Истоками религиозности молодых считают социологи является своеобразная интеллектуальная мода на нее. Со средним образованием 31% с высшим 26%. Вот плоды 40-летней работы, в кавычках, Войтовичей. После них 50 лет не прорастет евангельское семя. Это плоды капрановской, в кавычках, церковной полноты. Лишь бы крестить, лишь бы загнать побольше на исповедь и к причастию. Нет духовного возрождения, нет ни слова о Христе. Нет и намека на евангельскую веру. Социологи воочию показывают, что веры православной, как таковой, нет на Алтае. Царство без Христа, царство по традициям, царство без Библии.